Муха не самое приятное создание Муха, которые к нам залетают в наши квартиры и дома С ними, конечно, тоже нужно бороться Они разносят бытовые инфекции Поскольку, ну, они там полетали где-то на улице На мусорном баке посидели, еще где-то на экскрементах Вот, потом они залетают в квартиру И да, действительно, они могут переносить, в общем-то, неприятные, ну, дизентерии, например Вот такие вот заболевания Поэтому мухи, которые залетают к нам в квартиру С ними, конечно, нужно бороться и не допускать их проникновения Использовать москитные сетки, липкие ленты То есть мухи нам в квартирах, в общем-то, залетевшие не нужны В конце августа появляется особый вид мух В дом обычно залетают комнатные мухи, которые не способны пронзать кожу человека Их ротовой аппарат позволяет только слизывать жидкости Но во второй половине лета появляются взрослые особи другого вида Мухи-жигалки, которые питаются кровью Они очень похожи на комнатных мух, но в разы мельче Однако даже они не столько неприятны, как оводы Их опасность состоит в том, что они насквозь прогрызают кожный покров человека И откладывают в рану яйца Затем личинки начинают изнутри пожирать больного Они откладывают яйца на тело позвоночных Но здесь, конечно, человек редко бывает объектом нападения Чаще всего это крупный рогатый скот, коровы, лошади Но были случаи, когда оводы и даже откладывали на человека Но это, правда, чрезвычайно редко Обеспечить защиту своему дому можно также растениями Они обладают запахом и выделяют особые ферменты, которые отпугивают данных насекомых На дачном участке хорошо посадить кусты черемухи и смородин Они обеспечат экологическую защиту дома и мухи будут его облетать Для квартир же наиболее приемлемыми являются герани пижма Поставив на подоконник несколько горшков с данными растениями, можно обезопасить свою квартиру Карина Саяхова, Универньюс